Чувашия станет третьим регионом участником проекта по энергосбережению. За отопление жители начнут платить меньше. Произойдет это за счет экономии поступающего тепла, модернизации, установки системы погодного регулирования. Разработчики программы обещают минимум 20% экономии денежных средств в месяц. На обсуждение программы энергоэффективной модернизации жилых домов пригласили все заинтересованные стороны. Жители многоквартирных домов, руководители управляющих компаний и председателей ТОС. Руководитель дирекции по проблемам ЖКХ аналитического центра при правительстве России Мария Шилина и заместитель главы администрации Чебоксары по вопросам ЖКХ Герман Александров с руководителями управляющих компаний обсудили две ключевые проблемы. Запуск программы и формирование системы сбора актуальной достоверной информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства. Энергосбережения направлены на снижение объема потребления того или иного вида коммунального ресурса. Снижение это происходит за счет технической модернизации, совершенствования многоквартирных домов. Механизм энергосервиса позволяет реализовать все эти мероприятия уже сегодня за счет средств специализированных энергосервисных компаний. Платили мы за отопление 1000 рублей. По итогам мероприятия размер платежа за отопление становится 800 рублей. В платежку жителя включается вот эта дельта, но не в полном объеме, не все 200 рублей, а 150. И вот эти 150 рублей идут на возмещение затрат энергосервисных компаний. То есть платеж не увеличивается. Живем в модернизированном, совершенствованном доме, пользуемся более качественными услугами. И постепенно, в течение нескольких лет, возмещаем стоимость этих работ инвестору. С руководителями управляющих организаций отработаны вопросы по предоставлению необходимых данных для участия в программе создания базы данных. Уже сейчас каждый многоквартирный дом имеет свой электронный паспорт. Далее для анализа сбора информации начнут собирать первичные данные. Анастасия Алангина, Евгений Анисимов, Республика.